приветствую всех у себя на кухне сегодня я продолжу серию рыбных блюд и на сегодняшний день я запланировал приготовить форель под хлебной корочкой в качестве гарнира отварной картофель и в качестве овощей то что у меня в холодильнике а на данный момент морковь и островный хлеб буквально две шайбы обрезал корочку и теперь я измельчу хлеб в крошку ну хлеб у меня влажным а форель рыба тонкая то есть если я ее сейчас отфилетирую там останется тонкое филе и обжаривать ее и потом загонять в духовку будет чревато поэтому я эту хлебную крошку немного подсушу чтобы процесс в духовке у меня был минимально короткий чтобы рыба осталась сочная я не добавляю ни масла ни жира просто подсушиваю на сухую что я сделаю так это подсолю хлебная крошка подсушилась я ее опять отправляю в измельчитель здесь я добавлю у меня просто есть петрушка помолотая с оливковым маслом вы можете добавить свежей петрушки добавить немного оливкового масла чуть-чуть совсем буквально немного и все пробить в измельчители так ну вот все этого будет достаточно мне нужно просто чтобы у крошки получилась такая структура чтоб я ее мог спокойно выложить на рыбу чтобы крошка на рыбе осталась картофель я уже отправил вариться овощи у меня готовы любой из вас в состоянии приготовить кальраби и морковь отвариваем в кипящей хорошо просоленной воде как овощи достигли состояние аль денте воду сливаем и охлаждаем в холодной воде все затем мы овощи подогреем просто на сливочном масле на сковороде пока картофель варится я занимаюсь форелью форель я уже очистил от чешуи вынул внутренности вынул жабы ну жабры это кстати не обязательно так как мы будем брать только филе надрезаем наискосок до хребта дальше не прорезаем за жаберными раковинами нож слегонца выворачиваем вот это место немного приподнимайте потому что филе имеет такое свойство падать на нож и она потом если нож очень острый и она надрезается здесь немного приподнимайте и идете спокойненько вдоль хребта одно филе у нас готово 2 точно так же надрезаем наискосок до хребта до конца не прорезаем нож выворачиваем и вдоль хребта идем все филе у нас готово с этой частью вы можете насобирать рыбных каркасов и сварить рыбный бульон как готовится бульон вы найдете на моем канале ссылку я оставлю в эту часть мы срезаем вот здесь находятся косточки которые мы также удаляем удаляются не очень просто затем тупой стороной ножа проводим по филе форели и вот мы видим эти мелкие косточки вот тут они проходят вам возможно плохо видно но тем не менее они хорошо прощупываются пальцем их там нужно тоже удалить их можно как удалить ножом делаем два надреза один с этой стороны другой с этой стороны ну так чтобы кожицу вы не повредили я покажу лучше я сделаю на одном филе покажу вам все я их вырезал одно филе у нас полностью готова другое филе точно также срезаем кости а с этого филе я удалю кости специальным пинцетом просто он не у каждого есть поэтому я вам показал как можно избавиться от костей косточки очень хорошо прощупываются все и второе филе у меня тоже готово так филе я присаливаю и обваливаю в муке с одной стороны и отправляюсь плите обжаривать рыбу я буду на топленом масле прошла буквально минута рыба у меня уже готова окно обжаренная рыба с одной стороны выглядит вот так то есть я быстро буквально за одну минуту придал ей цвет так как рыба очень тонкая с другой стороны мы ее обжаривать не будем духовка у меня уже включена на режим гриль я выкладываю хлебную крошку хлебную крошку я взял пикантной поэтому моя супруга отказалась сразу но для нее я обжарил на сливочном масле тостерный хлеб полью немного топленым маслом отправляю разогреваться овощи и через минуту отправлю рыбу в духовку при температуре 230 градусов гриль в овощи можно добавить мускат по времени не скажу сколько ну все равно довольно быстро полагаю максимум 5 минут рыба приготовилась за три минуты немного рыбного соуса вот так вот вот так вот обед готов до касаемо рыбного соуса вы также его найдете на моем канале как его готовить все подробно описано если вам понравилось это видео можете поделиться им с вашими друзьями пишите ваши комментарии а я на этом с вами прощаюсь и до новых встреч